Добрый день! Мы приветствуем вас в студии Регионального информационного центра ЮГРА. Сегодня наш разговор об оценке регулирующего воздействия. Напомню, оценка регулирующего воздействия – это правовой инструмент, позволяющий изменить действующие законы или оказывать влияние на положение новых инициатив. В рамках ОРВ в формате диалога между властными структурами и предпринимателями вырабатываются сбалансированные решения, позволяющие обеспечить достижение целей урегулирования с минимальными затратами сторон, исключающие возможность установления излишних административных барьеров. На нашей пресс-конференции мы рассмотрим новые механизмы проведения ОРВ, в том числе специальный порядок проведения ОРВ-проектов, подготавливаемых в условиях внешнего санкционного давления. Представлю спикера. Заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры Владимир Удбанович Удбанов. Добрый день. Добрый день. Итак, перейдем к вопросам. Давайте начнем с того, напомним еще раз, что такое оценка регулирующего воздействия. Кратко, порядок проведения и его основные этапы. Хорошо, спасибо. Оценка регулирующего воздействия – это процедура как раз оценки нормативно-проевых актов, затрагивающих вопрос о осуществлении главной предпринимательской и иной экономической деятельности. Это как раз то новое, которое было введено и изменено у нас в нормативно-проевых актах. Раньше мы рассматривали инвестиционный блок, сейчас рассматриваем полностью экономический блок. Проекты нормативно-проевых актов анализируются в целях выявления в них избыточных обязанностей, запретов, ограничений для предпринимателя, а также положений, которые способствуют возникновению необоснованных расходов как для бизнеса, так и для бюджета. Основная роль оценки регулирующего воздействия заключается в выявлении и исключении необдуманных, нецелесообразных решений на этапе разработки, подготовки, принятия правового акта для решения, принимаясь на основе оценки альтернативных вариантов решения, осуществляющих проблем, исходя из соразмерности потенциальных издержек и выгод для нового правового регулирования. В 2021 году у нас предметная область проведения оценки регулирующего воздействия изменилась, круг вопросов стал значительно шире. Предметную область оценки регулирующего воздействия дополнительно подают проекты нормативно-проевых актов. Это отменяющие ранее установленные на региональном уровне обязанности и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливающие и изменяющие ответственность для субъектов иной экономической деятельности и устанавливающие и изменяющие и отменяющие обязательные требования, проверки соблюдения которых осуществляются в рамках осуществления государственного контроля обзора иных форм оценки и экспертизы. Процедура оценки регулирующего воздействия четко регламентированных. На первом этапе осуществляется разработка проекта и подготовка проекта документов, обязательных для размещения на портале для публичного обсуждения проектов нормативно-проевых актов. Это у нас есть и федеральный портал, есть региональный портал, наш портал региональный – это regulation.artmau.ru. Далее на втором этапе непосредственно оценки регулирующего воздействия, в том числе публичное обсуждение проекта с общественностью, с бизнесом. Продолжительность публичного обсуждения напрямую зависит от степени регулируемого воздействия проекта. Иными словами, от того, насколько сильно проект затрагивает интересы того или иного бизнеса. Высокая степень регулирующего воздействия – это в случае, и у нас на это предусмотрено 20 рабочих дней, это самое большое, тогда, когда вводятся новые проекты с новым регулированием, и здесь для обсуждения нами нормативно-проевых актов урегулировано и определено 20 рабочих дней. Есть средняя степень регулирующего воздействия, тогда уже, когда проходили какие-то нормативно-проевые акты, они уже работают, регулирование было запущено, но при этом в связи с изменениями нормативного права другого характера относятся какие-то изменения. В данном случае мы определяем, что здесь необходимо провести оценку регулирующего воздействия 10 рабочих дней. Мы обсуждали эти размеры с бизнесом. Бизнес поддержит этого достаточно, потому что право регулирования работает. Здесь, понятно, нужно что-то немного скорректировать, и это понятно в регулированном бизнесе. Для обсуждения вполне достаточно и этого времени. И низкая степень регулирующего воздействия, мы определили, что это достаточно будет 5 дней. Опять-таки, определять с бизнесом, это когда происходит отмена нормативно-правового регулирования. И в данном случае, как раз увидеть, и вопрос часто возникает, почему все-таки 5 дней отменили, да и все. Нет, мы в том числе рассматриваем те отменяемые нормы, могут ли они воздействовать на другие правоотношения и как они воздействуют. И если действительно право регулирования нужно и важно, то можно и отказаться от того, что признать их утратившему силу, либо запустить в работу с тем, чтобы это регулирование нашло свое отражение в других нормативных правилах актов, что важно и нужно, скажем, для бизнеса. Затем на третьем этапе происходит подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия, и уполномоченный орган рассматривает представленные разработчикам проекты документы, где он проверяет соблюдение всех процедур, обоснованность выводов, полноту, учет, мнение предпринимателей, готовит заключение об оценке регулирующего воздействия. И на этом официальная процедура заканчивается, все размещается на портале и имеет полностью публичный характер. Хорошо, вот такой вопрос. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении любых проектов НПА или есть какие-то исключения? Хороший вопрос. Как раз есть регулирование, которое определено на федеральном уровне. То же самое отражение есть у нас в нашем региональном регулировании. Безусловно, такие исключения есть. Перечень актов, в отношении которых оценка регулирующего воздействия не проводится. У нас установлено федеральным законом 184 ОПС об общих принципах организации законодательной деятельности исполнителей органов госслазии субъектов Российской Федерации. И ОРВ не проводится в отношении проектов законов, устанавливающих, изменяющих либо приостанавливающих, обменяющих свои действия региональные налоги, налоговые ставки по федеральному налогу. Проекты законов, которые регулируют бюджетные правоотношения. И проекты нормативных проектов, которые устанавливают подлежащие государственному регулированию цены, тарифы на продукты, товарные надбавки и относящиеся к такому регулированию все цены. Разработка в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера в период действия режимов чрезвычайной ситуации. Здесь это регулирование как раз вносит к тому, что нужно оперативно и быстро принимать решения, которые важны и нужны сегодня и сейчас. Если проводить процедуру, то понятно, что будет большая задержка в работе документов, а регулирование важно и нужно именно сейчас. Поэтому эти категории были убраны, они не регулируются. Финансовые, возможно, какие-то интересы, понятно, бизнесы всегда существуют, но с учетом регулирования интересов государства, это регулирование пока остается за рамками оценки регулирующего воздействия. А скажите, при ОРВ как защищены права предпринимателей? Вся процедура оценки регулирующего воздействия как инструмент как раз возможности входа в обсуждение подготовки на мотивные права акта и есть инструмент защиты интересов непосредственно бизнеса. Ее он может выразить в публичных обсуждениях свое мнение. При этом, если не устраивает какие-то моменты, связанные с реализацией, с регулированием, у нас есть следующая процедура, когда мы выводим и собираем уже экспертные группы и на экспертной группе уже разбираются доводы органов исполнительной власти, почему, зачем, какие выводы были сделаны, какое регулирование и самое главное, на какой результат это все нацелено. В том числе и предприниматели, бизнес, неважно в каких он размерах, в том числе просто участник публичных обсуждений, мы приглашаем для участия, выражать свою точку зрения и даже если она, возможно, профессионально не совсем подготовленная, мы стараемся на экспертные группы приглашать специалистов этих отраслей, чтобы они помогли сформировать позицию членов рабочей группы с учетом уже профессионалов. Тех, кто этим занимается профессионально уже долго, с учетом каких-то исторических справок, право регулировать, что было, что есть и что предполагается делать. Алгоритмы ОРВН понятны. Скажите, а как оценивается и вообще какова эффективность процедур? Здесь стоит, наверное, говорить о том, что сами по себе издержки в тех формулировках эффективности в большей части, наверное, интересно в денежном выражении. Могу констатировать, что, к счастью, сейчас это небольшие совсем издержки, которые есть и исчисляются в нескольких миллионах, которые были сохранены для бизнеса с учетом регулирования и выявленных недостатков с тем, чтобы можно было бизнесу сохранить эти деньги, запустить их в работу, в свой бизнес. При этом на самом старте, если вы помните, из тех ежегодных наших выступлений были в том числе многомиллионные как раз издержки, подтверждающие, когда запускали новое нормативное правовое регулирование. И когда касается огромного широкого круга лиц, участников этого правового регулирования, тогда может быть, да. Сейчас это в основном уже связано, и разработчики понимают само регулирование. Очень много вопросов возникало связано с регулированием и предоставлением нормативных актов от документов, подтверждающих те или иные права, обязанности и в большей части информацию из реестров, которая находится в ведении органов исполнительной власти, неважно какого уровня. И все это можно получить из тех реестров, где имеют доступ к любому органу, который предоставляет какие-то услуги. Да, там можно сократить, и мы практически в округе по максимуму уже сократили. Здесь очень хорошо помогли как раз введенные и вводимые до сих пор электронные услуги. Сейчас проводится в Российской Федерации в автономном округе как раз большая работа, связанная с переводом услуг в электронный вид, определенным и на федеральном уровне перечень, и мы на региональном уровне привели перечень этих услуг, которые важны и нужны населению, но при этом их можно перевести в более упрощенные формы для их получения, как гражданами, так и юридическими лицами, предпринимателями. Я полагаю, что мы в течение этого года эту работу уже будем завершать, и, скажем, со следующего года, сейчас они предоставляются, очень много уже переведены, а со следующего года, наверное, уже будут максимум переведены. Останутся только совсем не востребованные, но и потихоньку тех механизмов, которые уже запущены, и будет легко перевести. Такой вопрос. Предприниматели, которые сейчас нас смотрят в прямом эфире или посмотрят в записи, наверняка зададут вопрос, зададутся вопросом, а как стать участником процедур ОРВ? Нужны ли какие-то специальные документы, лицензии? На самом старте, когда мы запускали институт оценки регулирующего воздействия, мы обязательно для себя определили, что нужны организации, объединения, где предпринимателей как можно больше. Это торгово-промышленные палаты, это деловые наши объединения, деловая Россия, ОРВ, представители как предпринимателей, так и граждан, в принципе, интерес которых могли быть учтены как лучшие предприниматели. Это были вот такие объединения, и эти соглашения, которые заключали органы исполнительной власти с этими объединениями, они нам помогли на первом этапе развернуться по идее. Следующим этапом, который мы для себя определили, чтобы больший круг как граждан, так и предпринимательского сообщества могли непосредственно участвовать не через эти объединения, а непосредственно с разработчиком и с регулятором, мы запустили как раз все электронные наши регуляции. Аккуратно косилы прописали ход учета, регистрации, размещения нормативного проекта, поэтапное их передвижение при прохождении всех процедур и в том числе любое регулирование, любые изменения в регулировании, которые относились в этот период, они размещались. И любой участник может это видеть. Любой гражданин может зайти, зарегистрироваться и участвовать в обсуждении любых нормативных правоактов, которые у нас есть. Удобная схема для того, чтобы в том числе это было запущено с обсуждением предпринимательского сообщества, подписался и летит все споряд. Не очень интересно предпринимателю, который занимается либо выручных изделий, так как производят кирпичи, либо регулирование, связанное с транспортом или еще что-то. Да, возможно, интересно, потому что ему тоже интересно какая-то выстроение в логический цепочек поставки и всего его обеспечения бизнеса. Но он как-то интересно, ему это регулирование может быть по малому и среднему бизнесу, связанное с его непосредственным бизнесом. Может подписаться? У нас разложено это по отраслям, по видам, можно подписаться и тебе будут приходить нормативно-проекты, нормативно-проекты на те, которые ты подписался отраслью. Очень удобно, комфортно мы это сделали. Наверное, самое оперативное было в несколько месяцев, когда с бизнесом зашли, разработчики нам помогли и мы это реализовали быстро. И бизнес-род сказал, о, вот это здорово, это хорошо. Нам это понятно, и у нас не стало, прямо скажем, того информационного мусора, который мы не хотели разбирать. Мы имеем на столе то, что нам интересно. За это мы благодарны как раз бизнесу, потому что мы сами старались максимально подключить как можно больше и увидеть как можно больших участников и больше информации до них довести. Жизнь показала, что каждому важно и нужно только то, что ему интересно. Да, пожалуйста, это все работает, это есть. Сейчас эти механизмы все запущены. За последние года два, даже уже, наверное, три никаких новых идей, даже с запросами мы уже не получаем. Считаем, что тот инструмент, который запущен, он надежен, работает и понятен в работе как бизнесу, предпринимателям, гражданам, так и о том, что строительной власти, о том, местном самоправлении, которое работает и совмещает там материалы, документы. Хорошо. Пожалуйста, вопрос. Один из последних ярких, но пока еще не дошедший до его финалов, это как раз тонизирующие напитки, в том числе изменений в закон, связанных с ограничением продажи тонизирующих напитков. Это из тех крайних, которые ярко проходят все этапы, причем с обсуждением не какого-то русского круга заинтересованных лиц, а именно широких, с привлечением науки, с привлечением институтов, был профессорский преподавательский состав, вузов, были те, кто занимается непосредственно пищевыми, сейчас не вспомню, как правильно называется эта организация, в общем, те, кто занимается экспертизой, причем доктор наук, профессор. И как раз связано с тем, что интересы бизнеса рассматривали все сторонние, почему? И говорят, что у нас будет большие потери бизнеса. В чем? То, что вроде большой объем, который они продавали. На что направлено, опять регулировано? Направлено на ограничение продажи несовершеннолетиями. Не ограничивают бизнес в продаже. Вопрос только связан с ограничениями, кому продавать. Во-первых, понятно, это ограничение свободы его поддерживают как родители, поддерживают преподавательский состав, учителя поддерживают родителей. Но при этом сразу же бизнес говорит, ну продавать везде можно? Можно. Но это уже на смотрение родителей, которые купил упаковку, принес домой. Ну, вроде бы, что хотите, то и делайте. Одна сторона. Второе. Ограничивать продажу в определенных местах, где скопление детей больше всего. Опять школы, вузы, там, где детские проводят мероприятия. Понятно, что в том числе и автоматы нужно убрать там, кто не видит, кому продавать. И это, скажем, хотели бы услышать те же родители, чтобы бесконтрольно ребенок мог прийти и приобрести этот продукт. Зашли, обсуждали, было очень много предложений. Часть предложений была учтена, связанная как раз, где размещать автомат. В конечном итоге в большинстве своем приняли решение, что автомат вообще, в принципе, бесконтрольная продажа может как раз привести, потому что ребенок тоже может прийти и купить. Это обсуждается. На сегодняшний геноматинопроакт проходит и поддержка скоронаправительства и в Думу. Вопросы, связанные, допустим, с ограничениями вообще в принципе, за это были несколько компаний, озвучивать не буду. И они настоятельно говорили о том, что это не важно. Объемы, которые торгуются, они минимальны. И понимание того, а выручка, как и выделка, как они говорят, для них очень существенная. Вот при анализе опять обсчитали, посмотрели, что в Российской Федерации, что у нас выручка тоже небольшая. Если при этом ограничение продажи только в особых местах, как это школы, допустим, спортивные какие-то учреждения, культурные учреждения, то в других местах, где это, если есть желание, родители, взрослые погиб, покупай сколько тебе угодно, торговые центры, это все работает, пожалуйста, приобретай. Там ограничений нет. Вопрос просто в штрафе, где будет продаваться. И вопрос самый простой, чтобы не было безконтрольной продажи несовершеннолетним гражданам. Сейчас он как раз на этапе, он прошел этап увеличенных обсуждений, он сейчас прошел этап экспертной группы, сейчас протокольно там были все оформлены материалы и документы идут для обсуждения с членами правительства. Следующий этап будет обсуждение уже на Думе с депутатами. Но как раз почему я говорю, что он как показатель, мы на экспертную группу пригласили представителей как торговых сетей, так и родителей, вузов, пригласили тех, кто занимается производством этой продукции. Мы пригласили представителей, были и с ЛДПР, были и с Единой России, могли выставить свою точку зрения и представить интересы больше круга людей, чтобы можно было их увести, зафиксировать и использовать в дальнейшей работе их мнение и руководство в том числе депутатах. Спасибо. Допрос. Следующий вопрос. Виктор Юрия Целикоровцева. А если на Думе примут, то энергетики не будут несовершенненно продавать в Юрии, да? Да. Еще такой вопрос. Какие нормативные акты вызвали наибольшее недовольство, может быть, за последнее время в предпринимательской среде? Какие решения были приняты в итоге? Ну, чтобы недовольство вызвали, я вам пример такую не приведу. В моей последней практике такого у нас нет. Регулирование, которое мы вводим, оно обусловлено без этого порядка какими-то внешними факторами, пускай и внутренними факторами, к которым мы подошли. Один из моментов, который мы обсуждали, это связано, допустим, есть нормативно-правовое регулирование, подходит какой-то этап, где необходимо его уже включать, потому что меняются обстоятельства его использования, с учетом опять мнения предпринимательского сообщества, и они могут быть инициаторами. Мы будем это регулировать. Поэтому оно не недовольство, это как раз, наоборот, совместное участие в подготовке с учетом всех мнений этого регулирования. К сожалению, такого, а не к сожалению, к счастью, что мне такого примера привести не надо. Ну, может быть, какое-то обсуждение было бы? Я только что, буквально за минутку назад, вот это было самое крайнее, что у меня на памяти. Все остальное регулирование у нас, оно проговаривается заранее, оно понятно в регулировании, бизнес понимает, что происходит, он понимает, как это регулирование коснется их и их порядок поведения, там, что-то остальное, он для них понятен. Правильно ли я поняла, что можно предпринимательского сообщества, они могут повлиять на отклонение какого-то акта или приостановление его работы? Да, конечно. А вот такие прецеденты были за последнее время? Нет. И такой вопрос, сколько регулирующих актов было с начала года принято? Сергей Николаевич, поможет? В прошлом году прошли процедуру УРВ у нас 54 проекта нормативно-правых актов, 7 из них и 7 могут действующих нормативно-правых актов. На указанные акты были подготовлены 76 заключений об оценке, при ближайшем воздействии 53, это положительные 70 процентов и 23 заключения будет 30 лет. При подготовке заключений учитывались, в том числе оценивались мнения субъектов бизнеса, представленные в процессе подготовки заключений и процедуры, широкодельную процедуру ОРВР, выявлено 206 процедурных замечаний нарушения порядка, 204 замечания были установлены в принципе. На чём можно сейчас восстановиться, как раз в большей части те ошибки и недочёты, как я сказал, это процедурные. То есть в той процедуре, которая должен пройти нормативный прав, исполнитель и регулятор допускают те ошибки. Мы их не проводим дальше, мы требуем обязательного устранения либо прохождения этих процедур в обязательном порядке. Ну и всё это опять публичное, вот на портале regulation.ru эти процедуры все видны. В том числе, если какие-то корректировки производились, на любом этапе мы видим проект с этими изменениями. Конечный результат, с заключением, уже с положительным заключением он будет вывешен, будет публичным. То есть 53 нормативно-правовых акта приняты. С начала года это, да? Это заключение, нет, это статистика 21-го. А, за 21-го. Вопрос в том, что заключение это как раз там, когда проходила та большая, глубокая оценка нормативного права. У нас все нормативные права лежат в доверительной оценке, мы их все рассматриваем, вопросы как раз связаны. Там, где нет данного регулирования, они проходят дальше. И мы с этим соглашаемся. Там, где есть данное регулирование, они тогда проходят в дополнительные цепочки всех процедур. Их как раз и из 54. Это тех больших проектов, которые касаются регулирования мастер-деятельности и экономической деятельности. Время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю нашего уважаемого спикера, коллега журналистов, зрителей прямого эфира. Всего вам доброго. Увидимся на площадке РИЦ Югра. До встречи. Спасибо. Всего доброго.